Сказать нет террору, призвать всех выражать свою позицию и объединять усилия в то, чтобы господинуть процесс. Мы следим за сообщениями из Парижа, пока к другим темам набирают обороты скандала вокруг высказывания украинского премьера-министра Арсения Яценюка о событиях Второй мировой. В комитете Госдумы по международным делам ждут реакции Берлина на слова киевского чиновника, прозвучавшего в эфире немецкого телеканала АРД. В интервью, которое было показано на этой неделе, Яценюк говорил о буквально вторжении Советского Союза на Украину и в Германию. Из Берлина. Репортаж Ивана Благова. Мы запросили у телеканала АРД исходный материал интервью с Арсением Яценюком, чтобы проверить, может, те слова о каком-то советском наступлении на Германию и Украину во время Второй мировой ошибка перевода. И премьер Украины просто не так был понят. Но оказалось, переводчик еще, что называется, сгладил углы. Мы даем возможность вам послушать этот фрагмент еще раз на украинском языке с подсрочным переводом. Мы очень много для того, чтобы восстановить мир в Украине и чтобы восстановить мир не только в Украине, но и чтобы обеспечить стабильность в целом Европе. Так как российская військовая агрессия против Украины – это зазихание на святой порядок и это зазихание на европейскую безопасность. Мы все хорошо с вами помним радянскую инвейжену как в Украину, так и в том числе и в Немеччину. И этого нужно уникнуть. И никому не позволено переписывать результаты Другой святой войны. Говоря по-украински, Яценюк произносит английское слово «инвейжен». Его главное значение – «вторжение». Именно так это слово используется, например, в международном праве. То есть премьер Украины в эфире главного немецкого телеканала на полном серьезе заявил, что Советский Союз в свое время вторгся на территорию нацистской Германии. Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт одно из первых прокомментировала это возмутительное интервью. Яценюку бы очень хотелось помешать советской армии принести освобождение от фашизма. Что было бы, если подобный пересмотр истории позволил бы кто-то из немецких политиков? Если бы такое произошло в немецком парламенте, то он просто бы остался в нем один. Никто бы не захотел сидеть с ним рядом. Все отвернулись бы от него. Мы задали вопрос от первого канала пресс-секретарю немецкого министерства иностранных дел Мартину Шеферу. Неужели федеральное правительство согласно с такой трактовкой истории? И привели цитату из интервью Яценюка. Я не могу комментировать высказывания Яценюка в интервью, которое он дал немецким СМИ. Это удивительно, но из политиков, входящих в правящую коалицию, пока ситуацию со скандальным заявлением украинского премьера на немецком телевидении никто не прокомментировал. Почему, зная сколько значит для Германии, тема освобождения от нацизма понять сложно? Поэтому, пытаясь сделать приятное своим германским партнерам, он, в общем-то, ставит их в крайне неудобное положение. Они должны либо поправлять Яценюка, что будет неполиткорректно с точки зрения поддержки Украины, либо делать вид, что вообще ничего не произошло, но тогда у них будут спрашивать, а скажите, пожалуйста, что действительно ведете отчет германской государственности от Третьего Рейха, либо каким-то образом поправлять. Ну, насколько я понимаю, немцы решили не заметить. Зачем Арсений Яценюк вообще делал подобные заявления в стране, которая даже надписи советских солдат оставила на стенах Рейхстага в знак признательности перед Красной Армией за освобождение от фашизма? Что это? Глупость? Очередная авокация? Какой имидж украинского правительства Яценюк создает в мире? Это показывает, что внутри Украины, в Киеве на высшем уровне, есть люди, которые на самом деле верят, что Советский Союз вторгся в Германию во время Второй мировой. Эти люди просто сумасшедшие. Отдельные вопросы к немецкому телевидению. Еще в сентябре Второй канал ЦДФ подвергся жесткой критике за то, что показал свастики и руны СС на шлемах бойцов украинского добровольческого батальона АЗОВ. Демонстрацию запрещенной в Германии символики он не сопроводил критическим комментариям. Теперь в эфире Первого немецкого канала было сказано о советском нападении на нацистскую Германию. И ведущая даже не переспросила Яценюка, что же он имеет в виду. Телезрители пишут о том, как они возмущены. Меня чуть не вырвало от того, что я увидел в новостях. Отвратительно. Какая-то извращенная лесть. Отвратительно? Да что в этом такого? Да с каких это пор мы финансируем и поддерживаем фашистские режимы? Для них это еще один повод поднять вопрос, зачем вообще они платят за содержание общественных немецких телеканалов. Иван Благой, Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Евгений Завадский, Первый канал, Берлин. Пути выхода из кризисной ситуации на Украине стали главной темой сегодняшнего телефонного разговора президентов России и Казахстана. В частности, как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Русултан Назарбаев обсудили дальнейшее международное содействие у регулирования украинской проблемы. В Донецке спешно ремонтируют дома, пострадавшие от нового обстрела. Жертвами атаки стали двое мирных жителей. Семейная пара погибла в квартире, куда попал снаряд. Эти кадры сняты сегодня. В одном из домов в результате атаки обрушилась внешняя стена. Люди рассказывают, что ночью их разбудили в звуке мощных залпов. Спрятаться успели не все. Семь человек получили ранения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова